здравствуйте друзья меня зовут александр князев я инвестор я сам инвестирую помогаю инвестировать другим я инвестирую в акции сша и об этом рассказываю на своем канале и один из самых часто встречающихся аргументов которые я встречаю в комментариях к своим видео звучит так сейчас не имеет смысла инвестировать сейчас рынке перегреты нужно подождать обвала и затем уже на обвале вкладывать деньги я бы хотел задать один вопрос как раз вот таким выжидающим инвесторам инвесторам которые ждут кризиса вопрос этот звучит так а что будете делать если обвала все-таки не будет что если обвала не будет в 2018 году что если экономический кризис не наступит 2019 году а если в 2020 он тоже не наступит да вы можете сказать что все указывает на то что обвал вот-вот наступит да что все факторы облегает об этом но просто допустите вот эту мысль что его может не быть ведь никто из нас не знает будущее и какие бы факторы на чтобы не указывали никто не может точно знать когда этот кризис будет что если его все-таки не будет вот в этом обозримом будущем что вы будете делать тогда представьте что кризисы не будет еще год еще два еще десять лет ну всякое может быть если сейчас страшно ходить в рынок который кажется перегретым кажется на максимумах то что вы будете делать если пройдет еще один год и рынок продолжит расти Какой милый юноша! Здравствуйте, друзья! С вами в очередной раз Дмитрий Балковский. Это у нас восьмой выпуск Заблуждений Золотых. Тема постепенно себя исчерпывает, потому что все возможные проблемы мы уже, наверное, обсосали. У нас еще есть один клип в запасе про наших российских золотоненавистников. Но сегодня мы попытаемся с помощью Александра Князева вы уже, наверное, поняли, кто это такой, ответить на вопрос, а что делать, если кризиса не произойдет, если краха никогда не будет. Я, кстати, всем комментаторам хотел бы на заметку, так сказать, ремарочку сделать. Не судите так строго Александра Князева. По крайней мере, у него достаточно смелости выступить публично, открывая лицо со своими доводами, тезисами, убеждениями и т.д.т.п. Далеко не все на это способны. Так что давайте будем к нему снисходительными. Он, в принципе, ничего плохого-то не делает. Он, конечно, заблуждается. Ну, кто из нас без этого греха? Так вот, Александр говорит, что, спрашивает нас, что будет, если кризиса не будет? Как вы будете жить, если кризис ни в этом году не наступит, ни в следующем, ни через пять лет? Александр, это вопрос вероятностей. Мы все это прекрасно понимаем. Бизнес-циклы – это факт. И связанные с ними изменения на различных финансовых рынках и на фондовых рынках – это тоже факт. И нужно отметить, что разница, отличие того краха, которого мы ожидаем в недалеком будущем от предыдущих, заключается лишь в том, что объем долгов и хрупкости, связанные с ним в системе, значительно выше, чем ранее. То есть он был выше в восьмом году, чем в 2000-м, в 2001-м. И в 2001-м он был выше, чем в начале 90-х, т.д. и т.п. То есть долговая масса нарастает. Ей не дают возможности рассеяться, компаниям не дают возможности обанкротиться и тем самым избавиться от плохих долгов. Поэтому она продолжает нарастать. На этот раз все еще значительно хуже. В разы хуже, чем было 10 лет назад. Произойдет ли кризис в 2019-м, в 2018-м или в 2020-м? Я думаю, что да, произойдет. Есть ли вероятность того, что он не произойдет? Ну, конечно, есть. Может быть, что угодно на самом-то деле. Насколько она высока? Вот в чем вопрос. 22 августа мы будем праздновать такой, конечно, сомнительный юбилей. И мы отметим самый длинный период роста фондового индекса S&P 500. S&P 500 – это широкий фондовый индекс американский. 500, потому что туда входят акции 500 компаний. И он такой вместе с Dow Jones – это показатель здоровья фондового рынка США и экономики США, как следствие. И он отметит самый длинный период роста без падения на более чем 20% с 28-го года, с момента его создания. То есть за 90 лет. Сколько он может еще так расти? Ну, год, полтора. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. В следующем выпуске австрийского обозрения, ну, по этому поводу поговорим, на глаза попалось отличное интервью, которое мы обсудим как раз касательно вопроса неизбежности близкого краха. То есть это вопрос вероятности. Вопрос вероятности, на что вы ставите? Дело в том, что я знаю, что я буду делать, если кризис все-таки наступит. То есть я готов к тому, что кризис может наступить. У меня есть план действий на то, чтобы предпринимать какие-то действия, если кризис все-таки наступит. Я знаю, что я буду покупать упавшие акции, акции по очень низким ценам на подушку безопасности. Этот резерв у меня есть. Этот резерв я рекомендую иметь всем инвесторам, с которым мы сотрудничаем, моим клиентам и так далее. То есть этот резерв есть. Я смогу купить дешевые акции. Я смогу реинвестировать выгодно дивиденды, да, то есть покупать акции еще и с более высокой дивидендной доходностью. То есть, как вы видите, Александр нас призывает быть активными, не сидеть в углу, сосать палец, а иметь стратегию и готовиться к покупкам на низах. Это такая у фондовых трейдеров такая тактика, покупать на спаде. То есть акция, условно говоря, стоит 100 рублей, подешевел до 80, купили ее, потому что она подешевела, она же будет снова расти и т.д. и т.п. А что вот, мы заданием вопрос Александру, а что будет, если крах будет? И если крах будет не на 20%, а на 70%, например. И если он продлится, этот крах, не полтора года, как 10 лет назад, а 25 лет. Вот если мы посмотрим, опять же, на историю фондовых рынков, то мы увидим, что максимумы 29-го года американский фондовый рынок достиг только в 55-м году. То есть в 1929 году произошел знаменитый осенний крах, потом началась Великая Депрессия, потом она длилась несколько лет, была война, было восстановление. И только через 25 лет инвесторы, купившие на пике в 29-м году, получили возможность вернуть свои деньги. То же самое произошло и в 66-м году. То есть с 66-го по 82-й год акции 16 лет торговались в боковике. То есть на самом деле они падали, но к 82-м году они отросли до уровня 66-го года. Ну как мы знаем, с 82-го года в начале 80-х индекс доу был около 1000, сейчас он 25 тысяч, то есть он за 37-38 лет вырос в 25 раз. У нас есть пример другой интересный, другой очень развитой страны, все мы ее знаем, страна называется Япония. Так вот, в самом конце 89-го года, в начале 90-го японский фондовый индекс Никей торговался на отметке в 39 тысяч пунктов. 39 тысяч пунктов, да. А сегодня он торгуется на отметке 22 600, по-моему, на пятницу. Прошло с 89-го года, сколько у нас, 30 лет почти. Он падал в 90-е, был момент и в 2000-е тоже, когда он пускался ниже 10 тысяч, сейчас он вырос, то есть он когда-то торговался, ну совсем, кстати, недавно, несколько лет назад он торговался на отметке в 8 или 9 тысяч, сейчас он вырос в 2,5 раза, прекрасный рост, да. Но тем не менее, вот люди, которые покупали в конце 80-х, они так с носом остались. То есть они до сих пор сидят в уголке. Прошло 30 лет. Почему Александр исключает возможность такого сценария, я не понимаю. А если представить нам, чуть больше воображения включить, и посмотреть на всю вообще историю организованную фондового рынка, в том смысле историю такую более измеряемую, то есть когда появился до, в 1896 году, вот с тех пор, да. А что если это вообще один огромный цикл, который сейчас заканчивается, и фондовый рынок вообще уйдет в пол, он вообще перестанет быть кому-то интересен. Можно такое представить? Да можно, конечно. Фондовый рынок – это культурный феномен на самом-то деле. У экономики ноги растут из культуры общества. А что произойдет, если такие перемены произойдут? У вас, наверное, возник законный вопрос. А вы, Дмитрий, что предлагаете? Все вложить в золото? Нет, ни в коем случае. Кстати говоря, мы никогда этого не предлагали, все вкладывать в золото. Это неправильно совершенно. Помимо золота и ценных бумаг, есть другие вещи, которые можно вложить, и которые де-факто тоже являются инвестициями. Допустим, если у вас есть работающий бизнес, приносящий прибыль со стабильной перспективой, то есть вы предоставляете, продаете товары или услуги, которые будут востребованы даже в тяжелые времена, ну, пожалуйста, это ваша страховка, ваша инвестиция и т.д. и т.п. Это сбережения, наверное, в каком-то смысле это и сбережениями можно назвать. Или вы вкладываете в свою семью, в детей, в свое здоровье. Кстати говоря, тоже, вот, пожалуйста, пример. Пример такого сберегательного осторожного подхода. Но если отойти от крайностей в сторону, да, вот такого вот фондового экстремизма, когда нужно покупать все на спаде, и все должно расти. Почему оно все должно расти, непонятно. Или от того, чтобы уехать в Мордовские леса и рыть там траншеи и землянки, да, в ожидании конца света. Такой вот средний путь, это, наверное, уделить особенное внимание в портфеле золоту, драгоценным металлам, сберегательным защитным активам и связанным с ними золотым акциям. Потому что золотые акции, то есть акции золотобывающих, серебродобывающих компаний, торгуются с плечом с драгоценным металлом. То есть, условно говоря, если золото растет на 1%, то акции растут на 4-5. У них такой рычаг мощный существует. Вот, пожалуйста, 25%, например, если у вас 100 рублей вложено в инвестировано, вот 25-30% в наши тревожные времена, это вполне разумная величина. То есть, в более спокойные времена говорят о 10-15%. Вот, пожалуйста, никаких крайностей. Никто не говорит, что нужно все продать и сидеть в наличных. Ну, кто-то говорит, но, так сказать, ваши стратегии зависят от степени психологического комфорта, который она вам доставляет. Вот, пожалуйста, средний путь предлагаем без крайностей Александра и оглядываясь назад на исторические примеры, которые нам показывают, что фондовый рынок это совершенно не панацея никакая. То есть, так стремительно растет он последние 37 лет. Последние 37 лет, и это связано не с тем, что компании стали значительно прибыльнее, или что-то там изменилось неимоверно, да нет. На самом-то деле, все дело, конечно, в производстве денег центральными банками и банковской системой в целом. Доу начал торговаться в 1896 году на отметочке в 40. За 84 года он дорос до 1000, где-то, в начале 80-х. То есть, в 25 раз он вырос, за 84 года. И за 37 следующие лет, за 36, он вырос опять в 25 раз. То есть, чувствуете, да, что темпы роста они ускорились значительно. Так что, в чем здесь дело? Да, в хулиганстве, в кредитно-денежном деле здесь. Так что, имейте это в виду. Но спасибо Александру за такую эмоциональную и, в каком-то смысле, аргументированную защиту своих взглядов. С вами был Дмитрий Балковский. Спасибо, до новых встреч.